МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И перескакивать через грязь, чтобы прийти на работу в чистой обуви. Ну, это понятно. Но, понимаешь, теперь появилась другая проблема. Какая? Подснежники. Константин, как это может быть? Подожди, чтобы сразу все поняли, я не имею в виду водителей, которые всю зиму не ездили на автомобилях, а по весне решили вернуться в строй. Прости, у меня тем более вопрос. Какая же это проблема? Подснежники, это же красиво. Ну, красиво, если они настоящие. А если это вот такие цветы из бутылки, то, в принципе, это проблема. Это, кстати, тебе, держи. Спасибо, конечно, очень неожиданно. Ну, мне нравится. Внимание твое, да. Нравится? Так я тебе таких могу каждый день делать. Вообще легко. Я всего-то пару часиков потратил. Костя, а где же ты столько бутылок пластиковых возьмешь? А вот есть. У нас такие в городе необыкновенные места. Ну, вот, например, Роща Восточная в Октябрьском округе. Там бутылок. Тьма. Проверено. Ну, вот это же и Роща Золотая. Отговорила. Всем тем, кто еще не в курсе, сообщаю, что субботник в этом году запланирован на 20 апреля. А, между прочим, в прошлом году на субботник вышло 75 тысяч амичей. Интересно, в этом году удастся как-то повысить эту цифру, ну, или побить какой-то рекорд? Потому что все-таки мусор появляется с каждым годом, и такие акции нужны. Константин, а мне больше интересна другая цифра. Сколько же будет вывезено в этом году мусора? Ну, вот сколько мы за зиму накидали? Быть может, больше, чем в прошлом году. Кстати, было вывезено 15 тысяч кубометров мусора. Так, подожди. 15 тысяч кубометров мусора. Цифра громкая, но непонятная. Я ожидала, что ты задашь этот вопрос, поэтому я посидела, посчитала. У меня получилось, что это примерно 125 вагонов, представляете, мусора. 125 вагонов. То есть вот ты, когда приезжаешь на железнодорожный вокзал, видишь, что состав отходит, да? Так вот, один вагон, второй, третий, четвертый. А их таких шесть. Шесть составов мусора. Нет, выглядит и звучит это все очень глобально, конечно. Особенно, когда представляешь себе шесть составов. Ну, все-таки эта акция была разовая, понимаешь? Да, после этого стало в городе чисто, но люди же продолжают мусорить. Ну да, я согласна с тобой, что пакеты, я не знаю, бумажки продолжают летать. Все появляются, ветром раздуваются. И в этом проблема как бы никуда не уходит. Ну хорошо, а что же тогда на самом деле нужно сделать для того, чтобы в городе было по-настоящему чисто? И мы предлагаем вам принять участие в нашем опросе. Итак, у меня есть для вас варианты. Убирать скверы и рощи должны ктосы, горожане или департамент городского хозяйства. Пожалуйста, звоните по телефону, указанному на ваших экранах, и голосуйте. Интересно, кстати. Каждый же думает, что нужно начинать с себя. Ну, это одна половина. А другая половина все-таки думает, что за меня кто-то уберет. Кто-то это должен сделать, да? Конечно. Ну, не я. Мне некогда и мне вообще не до этого. На самом деле, вот всем известно, что парк или роща, если такое богатство есть где-то недалеко от вашего дома, это прекрасное место для того, чтобы прогуляться. Ну, недаром же называют это легкими города. Даже можно в одиночестве. Ну, просто какой-то порядок в мыслях навести, чтобы уже вдохновленным прийти домой и спокойненько лечь спать. Ну, а чтобы эта прогулка стала комфортной, и там должны быть лавочки, наверное, чтобы присесть, если ты устал. Ну, и вообще асфальтированные дорожки, если ты, например, гуляешь с коляской, с ребенком. И это вопрос благоустройства. Но сразу люди начинают задавать другие вопросы. Что же такое благоустройство? И что под этим понимать? Вот мне тоже интересно. Вот я не всегда считаю, что асфальтированные дорожки, огромное количество лавочек и урны, где стоят, хоть это и хорошо, конечно. Ну, не, это может быть самое желанное благоустройство. Может быть, если это лес, представляете, чуть ли не в центре города, но это же прекрасно, вспомните только Парк Победы, чего стоит. Ну, вот это как раз мы и решили сегодня спросить у наших подписчиков и телезрителей в социальной сети ВКонтакте. Группа называется «Тот еще вечер». Там вопрос звучал так. Благоустройство рощи и сквера – это? Мы предложили три варианта ответа. Первый – установка лавочек, урн и асфальтирование дорожек. Ну, то, о чем мы сейчас поговорили. Второй вариант – уход за растительностью, высадка новых деревьев и кустарников. Ну, то есть, никаких глобальных изменений, просто поддерживаем фонд зеленый и добавляем новые деревья. И третий вариант – пустая трата средств. Нужно оставить все как есть, потому что кто-то считает, что если человек добрался уже до какой-то природного объекта, то… Ничего хорошего из этого не выйдет, да? Да. Можно заходить еще в нашу группу прямо в течение всего эфира, «Тот еще вечер» она называется, «Голосовать», и в конце подведем итоги. Что же, по вашему мнению, уважаемые телезрители, такое благоустройство? Итак, «Голосуйте», а я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Номер телефона студии 695-644. И я предлагаю вам звонить и рассказывать нам о своих любимых местах отдыха. Какие парки, какие рощи, какие скверы вы любите посещать? И в каком, главное, что они состоянии на сегодняшний день? Замусорены ли? Однако же я хочу предостеречь вас от того, что мы сегодня не собираемся ни с кем ругаться. Мы не собираемся никого обвинять. Наша задача – просто понять, что с этим делать. То есть мы запускаем так называемый телефон доверия в нашей студии 695-644. Звоните. Мы хотим просто отметить проблемные точки в нашем городе, которые 20 апреля и в последующие субботники можно будет нам всем вместе решить. Но сейчас, буквально через несколько секунд, в нашей студии появятся люди, которые уже перешли от слов к делу. То есть многие говорят, да, в моем сквере возле дома мусор. Что-то не так. Крязь. Меня это не устраивает. Пишут даже в социальных сетях, но этих мер не хватает. А наши сегодняшние гости перешли к делу и поделятся с вами своим опытом. Встречаем их. Сегодня в гостях у программы «Тот еще вечер» председатель комитета территориального общественного самоуправления «Шинник» Татьяна Казакова. Настоящий патриот того места, где проживает. С группой единомышленников заботятся о состоянии восточной рощи, которую удалось привести в порядок на грантовые средства. Также в нашей студии мы встречаем активиста-волонтера Максима Фомичева. Вместе с жильцами своего дома он привел в порядок сквер по улице Лукашевича. Регулярно выходит на субботники и планирует пополнить растительное многообразие сквера новыми саженцами. За свою инициативу в 2018 году Максим стал лауреатом премии «Народный герой». Итак, добрый вечер. Рады вас приветствовать в нашей студии программы «Тут еще вечер». И я в первую очередь хочу спросить вас. Это вот тот же самый вопрос, который я адресовала и телезрителям. Какие ваши любимые места отдыха в городе? Парки, рощи, скверы? Скверы. Какие? Вот какой конкретно? Если далеко не ходить, то это наша роща восточная. Очень любим там гулять, и народу всегда очень много. Если идти чуть подальше, то это парк культуры и отдыха Октябрьского округа. Максим, у вас? Ну, рядом с домом, это сквером Лукашевича, с работы, на работу, прогуливаясь. Ну, или парк Победы, допустим. То есть лишнюю остановку даже не приезжаете, да? Нет, пораньше выйти, да, и прогуляться, посмотреть что-то. То есть в большинстве случаев это территории, которые находятся рядом с вами. Конечно. А не проблемные в вашем случае? Там много мусора, нужно что-то делать, что-то убирать? Нет, ну мусор есть всегда, особенно вот на самом деле, как вы сказали, после зимы, после таяния снега, но с ним можно справиться. Было бы желание. И какие меры тогда нужно принимать? Вот если начать с себя, то есть вот я сегодня пойду домой и, например, увижу бутылки, ну, пластиковые, например. Если я начну их убирать... Ты сделаешь цветок, я поняла, еще один, жене подаришь. Это уже метод или способ, чтобы прийти к тому, чтобы у нас было чисто? Или этого недостаточно? Если начать с себя, то лучше тогда ее не бросать, эту бутылку. Это первое. Я думаю, что показать хотя бы пример детям, которые здесь же рядом гуляют. Ну, а если ты еще и уберешь эту бутылку тут же придеть их рядом в урну, то это будет вообще хороший пример и положительный момент. Я смотрю, что Максим к нам пришел, во-первых, не с пустыми руками, во-вторых, уже, ну, вот эта зелень говорит о том, что он имеет какое-то предложение, да, о том, как нужно изменить наши скверы и рощи в лучшую сторону. Да, конечно. Это дубы. Да, маленькие дубы. Колдуны. Колдуны. Будут. Я знаю, что очень сложно из желудя вырастить вот такие росточки. Как вообще удалось? Что за механизм такой? Ну, для начала собрали, попросил племянника, чтобы собрал желуди у аграрного. Института. Провели мы с ним отсеивание путем. То есть сначала просто собрали желуди, принесли домой. Сколько? Мешок целый? Ну, мешочек маленький такой, из-под хлеба, можно сказать. Целый, но маленький. Мешочка. Вот, опустили в воду, что ненужные пустышки, они наверху были, как поплавки, а самые тяжеленькие, они опустились на дно. И вот эти, что остались на дно, мы их использовали и получили вот такой результат. Спасибо, Максим. А у нас есть звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, представьтесь. Шляпина Галина Геннадьевна, центральный округ. Ага, Галина Геннадьевна, вы, наверное, хотите рассказать о своей какой-то территории. Да, в центральном округе живу, в Амурском поселке. У нас всегда очень грязно весной, и фактически никому дела нет. Ну, кто, конечно, борется с этим делом, но все равно мало народу. Я предлагаю просто людям сделать такую возможность, значит, организовать культурное такое массовое мероприятие трудовое, чтобы мы пришли, музыка играла, ну, купить этой газировки какой-то там, что ребятишки бегают вокруг, все помогают, все работают. Вот такой организации будет прекрасно. Галина Геннадьевна, а у меня вот прямо сейчас пришла в голову идея. А готовы ли вы прямо сейчас назначить дату конкретную, когда вы, вот, опять же, укажете адрес, на котором будете всех ждать, на этот такой импровизированный, да, субботник? Ну, мы по нашему дому, в общем-то, тоже планируем в апреле, где-то числа 20-го организовать все это мероприятие. Я в 216-б доме возле Сатурна. А если его, ну, вот, конечно, нужно так, чтобы кто-то, если нам помогли эту работу организовать, чтобы всем домам сообщили, мы все вместе пойдем сразу. С музыкой, с темпом, с хором, с песнями. Мне очень нравится ваш настрой, и я надеюсь, что 20-го апреля вы соберетесь и начнете благоустраивать, и в первую очередь очищать свою территорию по указанному адресу. Спасибо большое вам за звонок. 20-го апреля встречаемся. Галина Геннадьевна всех будет ждать инициативной группой. Татьяна Дмитриевна, к вам тогда вопрос. А как вот представители КТОСа могут реагировать, да, или как вообще к ним выйти с таким предложением? Вот я бы рада была такому звонку на работу. Очень, на самом деле, когда хорошо есть инициативные граждане. Причем веселые, с таким хорошим настроем. Да, 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 с хорошим настроением. Ну, вообще положительный позитив идет от человека, сразу слышно, видно. Вот, то есть когда люди предлагают свои услуги, мы никогда не отказываемся. Ну, а вообще, конечно, вот зная, что 20-го апреля будет общегородской субботник, мы уже приготовили объявление. У нас завтра будет проходить собрание старших по домам. Эти объявления они развешивают на стендах возле домов, на стендах, которые находятся на микрорайоне. И мы будем приглашать граждан наших, жителей, которые живут рядом с рощей Восточная. Ну, мы еще в сквере Светоч субботник проводим, то есть на двух местах. Ну, сразу хочу сказать, что, ну, мало таких инициативных, поэтому приглашаем всех. И музыка бывает. Интересно, какой возраст в основном приходит? Ну, наверное, средний. Очень много, кстати, молодых родителей сейчас стало появляться, потому что дети гуляют именно здесь, в роще. Вот место очень хорошее, красивое, появляются молодые родители. У меня, на самом деле, вот поднимается настроение. Я чувствую, что мы с мусором все-таки поборемся. Да, да, может быть, даже и справимся. Но когда мы справимся с этим мусором, нам, я все, вернуться хочу к дубкам. Ну, нужно же какие-то свободные площадки, на которых нет ни цветов, ни деревьев, нам засадить хорошими деревьями. Вот хорошее, это что значит, на самом деле? Вот ты же дуб выбрал не просто так, да, не березу. Почему именно дуб? Ну, так захотелось. Взял, да и захотелось. Ну, чтобы зимой... А, вот. Зимой спокойненько растет, проращивает. Время проходит, так сказать, с удовольствием в свои выходные дни. И результат получил. Вот, пожалуйста, к весне. А вот у меня такой вопрос сразу. А нужно ли спрашивать у кого-то разрешение или получать бумагу какую-то, чтобы вот свой росток посадить где-то в придомовой территории? Ну, я вот думаю, да. Во-первых, мы не знаем, где проходят у нас коммуникации. То есть мы можем посадить, потом тут же развить. То есть это в первую очередь соображение безопасности, да? Ну, конечно. И газовые трубы, и горячая вода. То есть я считаю, что обязательно нужно спросить, чтобы хотя бы узнать, где можно посадить, где нельзя. Ну, в крайнем случае, если человеку очень захотелось где-то вот посадить сирень, и он не спросил разрешения, ну, ругать-то вы не будут? Да, я думаю, что не будут ругать, нет. Ну, чаще всего уже же есть деревья, они растут. То есть лучше садить там, где нужно заменить. Вот большое дерево нужно заменить, ну, посадите рядом. Ну, в любом случае, если какое-то нужно согласование, то где его сделать? В КТОСе, в администрации, как это сделать? Ну, во-первых, есть старший по дому, который знает о своем доме практически все. По крайней мере, с ним можно проконсультироваться. А потом, конечно, в архитектуре, в отделе архитектуры, администрации, где могут точно уже сказать, можно или нельзя. Максим, вот к тебе вопрос. Ты представитель все-таки молодого поколения, и даже не среднего возраста, который проявляет инициативу. Насколько сложно было, может быть, собрать свою инициативную группу и выйти, вот, и изменить облик своего сквера? Ну, я не считаю, что сложно это что-то произошло. Просто как-то по-накатанному пошел один, поддержала меня подруга со своим маленьким ребенком. Вот, и приобщились еще люди, и так пошло. И друзья увидели, и помогли. Я к ним обратился, ну, и так пошло, пошло. И каких успехов уже удалось добиться, на твой взгляд? Сильно изменился облик? Ну, рассказывай, рассказывай. Я считаю, что результаты должны... Граждане, которые прогуливаются в этом сквере, они результаты будут... Ну, хорошо, я не могу больше терпеть и молчать. Да, тебе все-таки вручили премию народного героя. И не просто так, так что рассказывай. Ну, я удивлен был, мне позвонили, сказали, пригласили. Я удивился, очень, честно говоря. Но при этом на вручение ты с удовольствием пришел, и давайте посмотрим, как это было. Максим, не дожидаясь, не суля, просто взялся за работу. Потом ему стала помогать управляющая компания, потом стали помогать граждане. И если вы пройдетесь по этому скверу сегодня, кто знает, какое он было, во что он превратился, на самом деле это достойно уважения. И так, по какому скверу мы должны пройтись, для того, чтобы знать, что вот Максим Фомичев здесь посадил все деревья? Вместе со своими друзьями. Сквер находится, ну, вот я говорю, на Лукашевича, это пишут по дублеру Лукашевича находится. Вот остановка, рядом находится общественная остановка Комарова и Лукашевича. Получается, как-то так. Максим, вот скажи, ты к своим росткам относишься как? Ну, готов ли был бы с кем-то поделиться ими, например? С удовольствием. То есть, если мы сейчас предложим тебе разыграть один из ростков среди наших телезрителей, ты не будешь против? Да, конечно, нет. С удовольствием. Хорошо, уважаемые телезрители, телефон нашего прямого эфира 695-644. Помимо того, что вы можете назвать проблему, точку в городе, о которой хотели бы рассказать, чтобы ее улучшить, мы разыграем вот эти замечательные ростки дуба. А чтобы его получить, нужно позвонить и ответить на вопрос. Я думаю, вот есть очень интересный вопрос. Это вот ты про желуди говорил, да? А через сколько лет у дуба появляются желуди? Вот такой вопрос. 695-644. Звоните, называйте цифру. Да, первые желуди, когда появляются на дубе? Через сколько лет? Да, мы ждем, и росточек дуба тоже вас ждет. И можно будет его забрать и высадить у себя на участке. Ну, а теперь я предлагаю, опять же, про рощи и парки нам посмотреть сюжет от нашего корреспондента Владислава Андрейченко. Да, чтобы это не было голословно, мы сделали небольшой рейд, на котором показали, в каком же состоянии действительно рощи сейчас выглядят. И есть ли там положительные моменты? Давайте смотреть. С приходом весны и тепла человеку все больше хочется проводить время на улице, на природе. У городских жителей есть возможность отправиться в парк или в рощу. Однако, с приходом тепла из-под снега появляются не только первые цветы. Бутылки, пакеты, старое покрывало и хрустальный сапожок, явно не принадлежавший золушке. Все это можно увидеть неподалеку от восточной рощи в Октябрьском округе. Местные жители таким положением дел недовольны. Мусора очень много, потому что помоек много слишком. Группы здоровья, которые поправляются по утрам, очень тоже много. Возле каждой пипенницы вот этого участкового не поставишь. А наблюдать и смотреть за ними бесполезно. Людей они не очень-то празднуют. Кому бы не сказал, компаниешкам этим молодым, на тебя они внимания не обращают. Мусорные кучи соседствуют с ровно подстриженными кустами. Значит, заброшенной эту рощу назвать нельзя. Однако вопрос о вывозе мусора остается открытым. На главной аллее восточной рощи дела обстоят лучше. Здесь чисто и практически нет опасных деревьев. Мы производим снос аварийных деревьев, которые наклонены на аллею. И освобождаем ёлки. Ну и благородные деревья от аварийных деревьев, от берёз. Есть разрешение, всё у нас есть. Мы, как сказать, произвольно сами ничто не можем выпиливать. Аллея в восточной роще пользуется большой популярностью у горожан. Здесь можно встретить одну из местных любимец – пушистую белку, которая совсем не боится людей. Привет! Ну, ну! Любим гулять, отдыхать, семьёй здесь. Здесь очень хорошо, чистый воздух, голуби, белочки. Общаемся, знакомимся с природой. Очень бы хотелось, чтобы рощу отреставрировали, наконец-то. Увидеть здесь хорошую детскую площадку, чтобы можно было бы так же отдыхать. Было где ребёнку поиграть. Ну и нам отдохнуть, посидеть на лавочке. Однако наслаждаться природой можно только до наступления вечера. На аллее не хватает освещения. Ой, освещение у нас только там. Две лампочки стоят, и всё. То есть вечером поздно, если пройти через рощу, тут темно, ничего не видно. Хотелось бы, конечно, освещения, чтобы всё было здесь. А вот посетителей парка «Трёхсотлетие Омска» отсутствие освещения не беспокоит. Нет фонарей – нет проблем. Во-первых, это парк ягодный, грибной, зона отдыхающей. Люди отдыхают и маленькие, и большие. Ну и, конечно, мы взрослые. На территории парка есть футбольный стадион и зона отдыха. За порядком здесь следят арендаторы. Ни бутылок, ни фантиков. Создаётся впечатление, что это лес в центре спального района с тропинками из асфальтной крошки. Но безлюдным этот парк не назовёшь. И, возможно, как раз в его естественности, нетронутой благоустроенностью, и скрывается секрет притягательности этого места. Итак, мы продолжаем в студии с Татьяной Дмитриевной и Максимом разговаривать о том, как же благоустроить рощи, скверы, парки, для того, чтобы всем было там комфортно. Я тебя перебью, Ален, потому что у нас есть телефонный звонок, к нам дозвонился телезритель. Добрый вечер, представляйтесь, как вас зовут? Меня зовут Владислав. Владислав, добрый вечер. Вы нам хотите дать правильный ответ или рассказать о какой-то территории? Я так думаю, что дуб плазоносит лет через 18, где-то так. Так это правильный ответ, да. Примерно 18-20 и только первые жёлуди появляются. Владислав, мы вас от души поздравляем с тем, что... Максим, можешь продемонстрировать, какой росточек уходит Владиславу? Да, да. А я хотите вас тоже обрадовать. Я работаю в департаменте городского хозяйства и отдаю этот росток нашему любимому Омску. А можно узнать, Владислав, по какому адресу вы посадите этот дубок? Партрок шестлетия напротив Батудина, 23. Спасибо вам огромное. Вам большое спасибо и всего доброго. Ну что, мы тогда продолжаем с вами. И вот, Татьяна Дмитриевна, интересно понять механизм, как же действовать, если вот ты хочешь навести порядок в своей роще. Вот мы знаем, что вы смогли даже получить грантовые средства на это. То есть давайте поделитесь своим опытом, а наши телезрители возьмут карандашик, листочек, и будут прям пошагово записывать, как нужно действовать. Ну, во-первых, надо, конечно, инициативную какую-то группу, которая бы предложила, какой вариант лучше благоустроить на территории. От комитета можно подать один грант на муниципальный конкурс, один грант на президентский, там несколько этапов идёт. То есть грант это какая-то заявка? То есть у меня есть идея, я её описываю на бумаге, да? Да. И фактически, куда я прихожу? В местный КТОС? Вы приходите в любую общественную организацию, можно прийти. Любая общественная организация, есть вот конкурс муниципальных грантов среди некоммерческих общественных организаций. И вот туда можно прийти со своей идеей, если вас поддержит эта организация, и КТОС в том числе. Скажите, от чего зависит, чтобы меня поддержали? Зависит от того, насколько важна ваша идея для всей территории. Если это узко, то, конечно, она не будет проходить. Если это широко, как сквер, роща, то это уже будет важная территория, и поэтому уже будут её поддерживать жители. Ведь грант это какая-то сумма, а какая? Это субсидия. Субсидия бывает разная. Ежегодно она подразделяется на определённые суммы. В этом году, например, мы участвуем в конкурсе, у нас называется «Красивый безопасный город». До 500 тысяч можно написать было проект. Грант это очень сложно с точки зрения, наверное, юридической. Как правильно составить грантовую заявку? Какие документы нужно собрать? Кто может помочь? И самое главное, ведь потом обязательно нужно все работы, которые у тебя прописаны в гранте, их нужно выполнить, и в установленный срок. Во-первых, нас никто не бросает. Администрация города проводит семинары. Они проводят семинары сначала, обучают, как правильно составить грант, какие документы нужно предоставить. Определяются сроки, определяются, с кем можно работать, то есть какие с тобой организации могут работать. И, в общем-то, ты получаешь хорошую консультацию. Я так понимаю, самое главное, что если у меня есть какая-то идея, то я излагаю её на бумаге и приношу в местный кто-то по месту жительства. И дальше уже, если какой-то корректировки требует моя заявка, то мне обязательно помогут. И дальше уже подскажут, какова судьба, будет моей идеей. Обязательно. Ну, вот это меня устраивает абсолютно. Ну, вот я ещё отметил, что если пока нет идей вот таких глобальных, как, да, можно улучшить, так сказать, облик своей территории, то просто можно зайти на сайт администрации города Омска. Там мы заходим в департамент городского хозяйства. И здесь, например, есть такая возможность обратиться, если вы считаете, что в вашей роще или сквере вырубаются деревья. То есть вас заволновал этот вопрос. Вы заходите, находите здесь вот такую табличку. По каждому округу есть своя комиссия, которая определяет, настоящая, правильная эта вырубка, нет. Потому что у многих людей, не зря же мы такой вопрос сегодня задали нашим телезрителям и подписчикам ВКонтакте, в группе, считают, что если благоустройство, значит, все деревья вырубят, поставят, значит, лавочки. Всё заасфальтируют, да, и какие-то скамейки, и всё, и этим всё закончится. Да, а новые саженцы, они всё-таки должны пройти какое-то время, там, ну, лет 10, не меньше, чтобы появилось, ну, среднее такое деревце. Я не знаю, по какой причине, но в парке 300-летия Омска, как раз-таки на левом берегу, куда и будет посажен дубок сегодня разыгранный, там тоже была ведь дубовая аллея, а теперь её нет. А вот по какой причине она была вырублена, я не знаю, для чего. Ну вот как можно действовать в такой ситуации, если вас волнует вопрос, и вы не знаете, насколько правомерно вырубка идёт в той или иной роще, мы обратились к специалистам Департамента народного хозяйства, и они дали нам свой комментарий. Организация, которая проводит работы по сносу или кронированию деревьев, должна иметь во время пройдения данных работ на руках разрешение, согласно которому проводят работы по кронированию сносу деревьев. Если это придомовая территория, разрешение должно быть выдано администрации округа. Если территория муниципальная, департаментом городского хозяйства администрации города Омска. Отражено должно быть вид работ, объём работ, соответственно, печать подписи ответственных, выдавших данное разрешение. Информацию можно узнать либо в администрации города Омска, если территория опять же муниципальная, если придомовая, то в администрации округа. Есть отдел ЖКХ, если городская территория, опять департамент городского хозяйства может проинформировать. Ну, то есть, вот в такие места можно обратиться по телефону, либо через сайт и получить всю необходимую информацию, вас там проконсультируют, как необходимо действовать. Ну, а сейчас наша программа, к сожалению, подходит к концу, но я предлагаю вместе с вами подвести итоги наших голосований. Сегодня мы спрашивали у наших телезрителей, подписчиков, вот такие вопросы. Вконтакте мы спросили просто, благоустройство это. Было три варианта. Установка лавочек, урн или асфальтирование дорожек. Второй был вариант уход за растительностью, высадка новых деревьев и кустарников. И третий вариант пустая трата средств, нужно оставить их в покое. Вот интересно, вы бы как ответили на это голосование? Наверное, благоустройство это и посадка, и подсадка, и кронирование. И, конечно же, нужны обязательно скамейки, потому что без них нельзя, гуляя, отдохнуть нужно. И урны для того, чтобы мусор собирался именно там, они... Татьяна Дмитриевна, со мной согласна, а сфальтирование не обязательно. Нет, а сфальтирование освещения нужно, чтобы было безопасно, конечно. Максим, ну, твой, опять же, ответ очевиден, да? Это выращивать деревья и обновлять рощи и парки. Ну, вот я обращаю внимание на наше телефонное голосование с большим перевесом. В общем, наши телезрители посчитали, что убирать скверы и рощи от мусора должен департамент городского хозяйства. Ну, знаете, уважаемые телезрители, все-таки мы должны и на собственном примере каким-то образом изменять ситуацию. Ну, для начала, выйти... Собственными силами, конечно. Сами не мусорить, самое главное. Примерно могу. Потому что это самая первая помощь для активистов, для дворника и вообще для людей, которые занимаются такими... Да, вот правильно, надо же подумать о труде дворника. ...то сказать неблагодарной работой, я считаю. Потому что, ну, не мусорьте граждане, им будет здорово, я считаю. А я могу добавить, что департамент городского хозяйства не приходит мусорить на нашу территорию. Мусорим мы, и поэтому, естественно, они помогают, они работают. Например, в той же Роще Восточной у нас есть работник, который мусор собирает, но этого мало, недостаточно. Да-да-да, я с вами полностью согласна. 26 гектаров и один человек, конечно, не под силу. Обязательно помощь людей и соседей. Так, возьмем все ваши советы себе на заметку и будем им следовать, я очень надеюсь. Спасибо вам огромное за участие в нашей передаче. Спасибо. И до месяца к вам, успехов. Всего доброго. Ну что, Ален, мы с тобой делаем вывод, что все-таки наши телезрители, а мечи, не готовы пока брать на себя ответственность за все, что происходит в скверах и парках. Ну, просто проще, наверное, переложить ответственность на кого-то другого. Ну, а все-таки реальность такова, что необходимо за собой убирать, за другими убирать, да, и садить деревья, несмотря на то, что, ну, может быть, даже не хочется. На самом деле, я хочу сказать, что это великолепная прогулка и также физическая зарядка. Да, поэтому я надеюсь, что после нашей программы вы поняли, какой механизм существует и как правильно можно... Реализовать можно свои идеи, правда же? Конечно, чтобы не сидеть дома и говорить, как все плохо, а выйти на улицу и реальными действиями извинить ситуацию. Ну, я хочу отметить, что ведь можно получить грант до полмиллиона, представляешь? Ну, и главное, средства пустить на правильные нужды. Ну, а сегодня в нашей студии с вами работали мы, Алю Назарина и Константин Поминов. До завтра. Хорошего вам вечера и пока-пока. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!